Чем написана эта картина? Вот это вот, да, как-то в уретку собирать. Очень классная работа. Ты на цифре самой вот рисуешь так же, как и на холсте. Такой силуэтик у нее слева из головы торчит. Привет, друзья! Снова наступил ночной обзор, на котором мы пристрастно смотрим работы художников разных абсолютно. Нам помогает Катя Лисич. Привет! Все ссылочки в описании. Переходите, смотрите работы, много всего интересного. И не менее интересные работы нашего художника Матеа Петковича. Это художник из Сербии, который нам покажет перченые картины своей работы, которые я подобрал для вас. Самые, я бы сказал, корректные, так скажем. Самый перчик за кадром остается. Да, вы можете представить, какие перчики остаются за кадром. Вы всегда можете перейти по ссылочкам и посмотреть работы этого художника. Ну и для начала первая же работа, которую мы видим. И, Катя, отгадай, пожалуйста, чем написана эта картина? Ну, наверное, акрил, если ты задаешь мне такой вопрос, либо все-таки масло. Ну, не акрил, наверное. А вы можете писать вот сейчас, именно писать в комментариях, чем пишет художник. Катя, ответ пока неверный. Как ты думаешь, чем может еще он писать? Гуашь. Нет, это не яркое для гуаши. Ну, темпера, может быть. Еще, если есть варианты. Я пока попью кофе. Что ты вообще такие вопросы мне задаешь сложные? Ну, чем же может писать наш художник такие вот работы? Посмотри внимательно. На iPad'е хорошо рисовать их. Практически в точку, потому что это цифровая живопись. Цифра. Это не масло, не акрил, это цифра. И сразу смотрим дальше и видим, что фотореализм, гиперреализм и плюс абсолютнейшая мазня, как мы любим в хорошем смысле этого слова. То есть это живопись, цифровая живопись, но на основе фотореференса. Ну, успешно. Слушай, ну я теперь, можно я сразу залезу чувака посмотреть? Давай. Он есть в Инстаграме или там нет уже? Разумеется, он есть и там все есть другие работы. А мы пока будем дальше смотреть, ну на этой мы не будем останавливаться. Будем смотреть на эксперименты с формами и цветами. Вот тут видно, что цифра. Абсолютно современно все это выглядит и очень-очень сочно. Я даже, когда первый раз это увидел, я, в общем, даже подумал, что как сочно. Я даже думал, что это, скорее всего, даже маслом пишет художник. И мне почему-то подумал, что это художницы. Потому что такие перченые вещи обычно творят девушки. Но оказалось, что это парень вполне такой себе современный и борзый. И, в общем, это цифровая живопись. И это, в первую очередь, бросается по сочности, как я уже сказал. Но именно техника, если так вот писать маслом, это дает возможность прописывать объекты, не дорисовывая какие-то детали. Ну, то есть, только намеки. Как написан, прописан нос, как прописаны губы, как лежат блики. Это все достаточно так звонко и недосказано. От этого точно абсолютно живопись. Катя, присоединяйся. Давай посмотрим дальше. Потому что потом погуглишь. Да, погуглю. Простите, что я отвлеклась. Но мне прямо так. Смотри, как написаны волосы и как сделана вот эта волна, которая вот так вот как будто бы смазана, и красочка тянется за вот этими мазками. Это вот подкупает. Ну, есть какие-то, да, элементы, которые, да, но глобально, так вот если в целом посмотреть эту картинку, она мне не очень нравится из-за какой-то такой пестрости, слишком как-то, то есть, вот хочется прям прищурить глаза, чтобы это объединилось. Либо там подальше уйти, хочется какой-то еще шторик глубины. Брови прописаны таким образом, что тонкие какие-то детальки пролезают сквозь мириаду мазков и создают такую мерцающую, ну, какую-то очень такую неявную по очертаниям форму. И это как раз вот, наверное, с точки зрения диджитальной иллюстрации, это просто сделать, потому что мы всегда можем варьировать и вот эти все подмесы, ну, пробовать больше, меньше и оставлять в том состоянии, когда нам понравится. В масле, конечно, это посложнее сделать, но… Ну, как ты вообще к этому, ну, к диджиталу вот такому относишься, который имитирует масло, и какие у тебя чувства это вызывает? Потому что я, наверное, до конца не определилась, ибо я за развитие, я за новые возможности, за то, чтобы упрощать какие-то процессы, которые можно, но мне кажется, какая-то вот магия живой работы и живописи убивается в цифре. Вот ты что про это скажешь? А у меня на самом деле однозначно положительное ощущение, потому что это писать и приятно, и смотреть приятно, и это может, как эксперименты, завести нас гораздо дальше, чем просто нас ограничивает опыт с маслом. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть один большой главный недостаток, то, что в диджитальной живописи работа остается только в цифре, ее нельзя потрогать, ее нельзя на стене повесить, можно распечатку только повесить. Ну да, ну то есть так и занимаются люди, например, лимитированный тираж и продают. Да, но это не то, что в живописи нету вот этого хардкопи, нету самого продукта, который был написан здесь и сейчас. Но, тем не менее, я уже проводил мастер-класс диджитальной живописи именно с точки зрения быстрой живописи. И, в общем, это просто отдельный вид искусства, который, как я уже говорил, просто может нас завести гораздо дальше в экспериментах. Ну и, соответственно, продвинуться на какой-то новый уровень. Поэтому я только за, и давай посмотрим... Ну а как ты, да, это сейчас... Как это все может жестко выглядеть с точки зрения иллюстрации, и сюжетов. Ну да, хардкопчик такой. В принципе, это можно сделать и живопись однозначно маслом. Но у него очень реалистичная живопись. Да-да-да. Или акрилов. На самом деле, когда мы боимся техники и боимся делать какие-то подтеки, какие-то смеши на работе, которая у нас уже готова, и кажется, что здорово получилось, и вот надо еще какой-то борзый такой мазок сделать, и мы боимся. Вот в этот момент мы не растем. Мы точно должны понимать, что если мы запорим, мы еще раз напишем то же самое, что было, только еще лучше, как оказывается. А потом делаем вот этот борзый мазок, и только улучшаем, и продвигаемся дальше, дальше, дальше. Именно поэтому в диджитальной живописи мы можем всегда откатываться, и мы не боимся продвигаться дальше. Поэтому это плюс для начинающих художников. Ну и, в общем, если бы можно было так, а сейчас уже можно распечатать на холсте с фактурным гелем, добиться практически стопроцентной имитации живописи. Кроме как можно добиться хорошего звучания очень такого теплого лампового или там винилового и на электронике, но это все равно будет у нас сердце галочкой, что это не настоящее. И мне кажется, нужно очень много времени, чтобы цифровая живопись стала в один ряд с живой физической работой. И мне кажется, такое на самом деле будет, потому что здесь очень еще важный вопрос именно в интеллектуальной ценности. То, что делает человек сейчас вообще очень... Своими руками. Да, да. И опять же, то, что ты делаешь руками, ты это делаешь не только руками. И вот здесь, мне кажется, очень такой интересный конфликт и важный проходит, потому что вопросы с авторским правом сейчас все спокойно там тылят картинки, и то уже это выходит на новый уровень. И мне кажется, надо донести людям то, что это не только ремесло, то есть вот табуретку там собираешь и рисовать картины. Фотореализм – да. Вот это вот да, как табуретку собирать. Но когда ты что-то обобщаешь, какую-то живость добавляешь, какие-то опять же смеши эти делаешь, что-то размазываешь, где-то вообще цвет, который не должен быть, ты его туда ляпаешь. Это уже интеллектуальная работа, это труд, который тоже должен оцениваться. И вот в этом плане цифровая живопись, мне кажется, мощный, вот дает заряд вообще к пониманию того, что такое искусство и какие ресурсы человек затрачивает для того, чтобы сделать вот это вот произведение. И возможно в будущем, я не знаю, мне кажется, там, ну не через 10 лет, а намного позже, именно вот распечатанные уже работы, они все-таки будут цениться. Ну вот практически там наравне, как и физический объект, который ты кисточками делал. Согласен. Ну и вот наша работа, еще одна очередная, перченая. Ну, мы дальше поймем, что это будет фишкой нашего художника. Здесь освещение, да, вот то, что падает на героиню, да, какой-то проблеск света. По цвету все очень достаточно ярко. Я почти так же сижу, только одетая. Да, насыщенно, все очень по цвету, с светом вылепливается форма. Все как обычно, как любая живопись, и выглядит это здорово. По крайней мере на экране монитора это выглядит так, как бы выглядело, например, живописное полотно. Но только это все очень борзо, очень так экспрессивно и свежо, абсолютно не боясь испортить. Вот это я вижу в каждой работе. И, собственно, чем меня и остановило, когда я увидел серию работ, меня остановило то, что это очень свободно написано. Вот здесь вот наша героиня, она близко к тем, что, в принципе, работать с референсами, с фотореференсами никто нам не запрещает. Добавив эту технику и правильно настроенные кисти, здесь, конечно, не стандартные пресеты, но, тем не менее, можно всегда даже и со стандартными. Да, мне кажется, да. Собственно, я тоже всегда экспериментирую именно со стандартными, чтобы как будто бы приблизиться вот этим вот инструментом к живописному стилю настоящему маслу. И так надо на айпаде рисовать, а все, когда там вылизывают, все вот этот вот реализм, зачем, опять же, нравится, я понимаю, многих людей нравится, когда они делают реалистичное что-то вот на цифре, типа, зачем, если можно это сфотографировать? Ну, с другой стороны, нужно и так, и так, можно и так, и так, и только это все, и приветствуется. Ну, прямой свет, как ты уже заметила, прямой свет, то есть практически от камеры, да, то есть от нашего взгляда, очень сильно засвеченный. Композиция такая вот вся обрубленная, как бы это можно было бы быть, если бы мы сфотографировали на смартфон. Обилие деталей, которые нас относят, ну, к сюжету, ну, то есть вот как загар, например, то, что от бикини там остается, от купальника, вот эта вот загорелась, какой-то намек на складки, хотя все очень так достаточно по живописному и быстрой живописи приветствуется, когда детали только улавливаются. Ну, то есть уже нету прописанных складок, абсолютно четко это все угадывается, и поэтому это приятно смотреть, это свежо. Человек видит. Да, это, ну, по крайней мере, атмосферно. И, в общем, по качеству прорисовки, по качеству подачи, это ничуть не хуже, чем именитые живописцы. Слушай, ну, здесь вот реально, то есть на каких-то работах цифра прослеживается, прям видно, но так вот вот здесь не скажешь, то есть если бы мне показали, я бы, нет, я не подумала. Очень тонко настроенные кисти, которые полупрозрачностью позволяют накладывать один цвет на другой, и плюс еще он работает со смазанностью, то есть он всегда изображает подмес одной краски в другую, то есть не цветов в цвет, а вот именно краска в краску. И поэтому так выглядит натуралистично. Композиция, значит, здесь... Котик. Причем у себя... Что лучше всего продают? Сисечки, жопы и котики. Да, но здесь еще и ножки на переднем плане. И, в общем, женские ножки на белом фоне, и все очень так написано, как будто бы пастозно-смачно. Ну, понятно, что это цифра, но имитирует этот стиль. Ну, как таковых нет подтеков, и нет такой прямой имитации, а они угадываются. То есть слева по кадру там есть ощущение, что это подтек. Ну, так сложилось, просто как будто бы это подтек. На самом деле, я думаю даже, что можно специально туда какие-то просто как паттерны подставлять, какие-то... Штампы. Да, ну, типа как штампы. Ну, опять же, штампы мне чем нравятся, он как раз это не использует, потому что это сразу дешевит и, в общем, не то. Да. Сечет чувак. Конечно, да, и уводит это все на задний план. Это скрапировано так, как у него было скрапировано для демонстрации на собственном сайте. На самом деле, там есть голова и там другой кромфактор, и она вытянута. Ну, вот это чувствуется, да. Но он скрапировал так, поэтому я поставил у себя вот именно тогда, как он это сделал. Ну, в принципе, мне очень нравится. Это очень свежо, очень легко, пятнышками все это вылепливается. Светом и цветом снаружи формы, это все вот так вот вылеплено, что нам вдвойне приятно. То есть, 100% на этот раз быстрая живопись, она у нас может быть... Очень быстрая и мобильная. Да, мобильная, да, да, диджитальная быстрая живопись. Ну, в общем, когда мерцает, как ты говоришь все время, минус сколько-то, да, здесь в данном случае это все как будто через запотевшее мокрое стекло. Но в данном случае даже еще более свободно и мягко это все так сделано. Ну, стихинчиком. Да, и при том, что это какие-то угловатые, в общем-то, есть формы, но все равно в целом влепливается вся фигура, и она такая вот мокрое женское тело за мокрым стеклом. Но здесь выдает диджитальность кисть, вот это верхний такой смеш, который идет, где голова. Да, прям видно паттерн вот этой кисти, повторяющийся, и сразу, конечно, думаешь... Ну, ничего страшного, в конце концов мы специально так препарируем. Придирчиво. Да, придираемся каким-то деталям с точки зрения техники, это наша фишка, и это наша территория. Но все равно это не портит, даже если бы это больше было. И, кстати, стандартными пресетами гораздо все это больше нарочито вылезает на передний план все вот эти вот несовершенства. Но полное ощущение в живописности все равно остается даже при наличии вот этих штампиков и вот этих вот текстур. У него, конечно, шикарные пресеты, шикарно вот сделаны вот эти мазки, то есть вот эти все поразительные подмесы. Пресетами ты называешь кисти. Настройки кистей, да. Ну, там не только кистей, там, в общем, много, там и палитры тоже. Я, кстати, знаю многих людей, которые делают очень классные работы. И все такие, какие кисти-то используют? Используют стандартные. Да, да, да. Шмидт наш любимый. Да, это своего рода шарм. Вот я стандартный межпорт. Конечно, не самое главное, какой именно пресет, но тут просто подкупает то, что вот смазывание кист, смазывание красочки одной с другой, ну, получается такой вот очень узнаваемый масляный или акрильный вот этот эффект. Да, да. Работа по-сырому, но только в диджитал. Ну, в общем, иногда можно заходить дальше, и вот это все как порезанное тело на кусочки, все такое графичное, черное, со светом, с розом. Ну, аппетитно. В общем, отрезанная рука, мне кажется, там по локоть, да, получается, если так уж предвзято так относится. Ну, вот такой был референс. Ну, не сильно режет, как бы глаз. Рука-то порезана, но глаз не режет. А тут все порезано, тут туловище порезано на половинку. Это, я думаю, что все вместе работает. На самом деле, волосы прописаны, на мой взгляд, не идеально. Ну, то есть, мне как-то вот кажется, что что-то не хватает. Лучше уж совсем там увести на нет или как-то размазать. Но мне показалось, что недоработочка вышла. Ну, это же мое субъективное мнение. В конце концов, это тот самый момент, когда вы можете написать в комментариях, нравится ли вам волосы, как они прописаны. Не смущает ли вас то, что обрезаны руки, ноги, то, что туловище пополам. Вот это такой вот момент для обсуждения. И паттерн справа, сверху по кадру, паттерн кисточки, который вот именно здесь и угадывается. Ну, на самом деле, это имитация того, что там грунт и холст стерты. Ну, он здесь хорошо, я сразу обратила на него внимание и, ну... В принципе, это выглядит симпатично. В конце концов, может быть и так. Ну, здесь вот такой хаос, арт-хаос. В горшочке, да, горшочки, цветочки, тело уходит куда-то там, какая-то, не знаю, как пленка, что ли, или какая-то вода, может быть, брызгала. Ну, что-то вот этим художник хотел сказать. Но считывается сочность. Просто я представляю себе, какая была бы у меня палитра, как это все сочно надо замешивать. И чтобы это все не смешивалось, это нужно убирать все вот эти уже затертые, все эти оттенки, стирать их, новый замешивать. И писать так, чтобы это все прям сочным-сочным, мазок-мазок, ну, сложнее. Интересно, сколько по времени у него занимает такая работа? Мне кажется, что быстро это все он делает, потому что техника подразумевает, что положил мазок, положил мазок, не нужно добиваться вот этих вот... Ну, и как в живописи, это может столько так не нравиться, замазываю еще. Мне кажется, чтобы добиться вот такой вот живописи, ты на цифре. Ты на цифре самой вот рисуешь так же, как и на холсте. Например, там многие, там, так, этот слой, это, этот слой. Мне кажется, тут по слоям он не работает, потому что вот эта живость, живость. Вот я сама, когда покупала iPad, я и хотела работать так, как я работаю на бумаге. И я максимально, собственно, это и соблюдаю, когда там какие-то скетчи, каким-то кистью, карандаш использую, делаю. И вот красочками тоже. Я просто забываю про эти слои, я крашу кисточкой, как на этом. Ну, конечно, когда фэшн-инфестрацию рисуют, то там, да, со слоями. А здесь, я думаю, что он прямо на одном слое все красит, перекрасит. По сути, это и проще делать в один слой, как ребрышки торчат, как грудная клетка там угадывается. Все-таки не чуждо герою, не чуждо знание анатомии. Да, у него хорошо, вот я тоже обратила внимание, так приятно фигура идет, очень целостно все. Да, очень симпатично. Ну, вот такие быстрые, как будто бы наметки, угадывается, пупочек, бедро. Хочется в масле, я бы хотела на холсте это, конечно. Именно, конечно, на холсте это было бы здорово. Это было бы вау. Ну, тем не менее. Такой силуэтик у нее слева из головы торчит. Да, ты тут считываешь какие-то маркеры, но опять же, все подобрано, все достаточно деликатное, но максимальное. Поэтому здесь не так много работ. Все остальные вы по ссылочкам в профиле обязательно, по ссылочкам к видео можете посмотреть и другие работы, где уже просто это не завуалировано, а все прямо вот в таком вот экспрессивном сексуальном подтекстом прямым. И вот здесь мы просто видим какие-то намеки, вот розовые оттенки, розовые мазки с голубоватыми, в какими-то краплениями, да, снизу вверх. Все это так вот вылепливается и очень-очень легко угадывается. То есть, в принципе, на белом фоне появляются какие-то только намеки. И, ну, может быть, возможно, грудь прописана более-менее так выразительно. Да, и это очень здорово, то есть, в нашей живописи быстрой, в нашей так называемой мазне, важно какие-то элементы сделать хорошо прописанными, а остальное все увести в никуда, чтобы были только намеки. Ну и, собственно, женская фигура. О, как мне вот это длиннее нравится. Я очень люблю микс вот тяп-ляп, и когда есть какие-то линии, мастихином ли прорисовываешь, либо там карандашиком там сверху или чем-то еще. Да, это вот все одно работает друг на друга. Да, и вот этот профиль, то, что слева вот проскребано, там как будто бы карандаш. Как будто бы карандашом, да, сначала, ну, об одном и том же, чтобы говорили. Да, да, да. Сначала набросочек делал, и потом вот очень-очень живо. Да, он здесь разноцветный, как будто вот это перекрылось цветом. Ну, в общем, конечно, вот снизу справа мазок такой синеватый, который позволяет нам ракурс, вот такой ракурс в три четверти, да, и вот хорошо прописывать все складочки. То есть, вот там, где на попе, будем это называть художественно, такие складочки. И вот именно по фону, вот просто прописано очень здорово. Фоном, когда прописано все фоном, именно предмет со стороны фона всегда получается живописный. И вот тут мы видим как раз этот прием в действии. Очень мне он заходит. Ну, в общем, чуть-чуть увеличиваем градус веселухи, да. Да, вот здесь такие обнимашки. Ну, просто тетеньки встретились, давно друг друга не видели. И вот они прям изобилуют вот этими бликами, практически открытые блики, как на таком, ну, либо мокрое тело, либо вот такое возбужденное, бликующее. Ну, и как это все в самом поцелуе сделано условно, то есть, ничего не видно. Классно, и вот где лица просто и волосы, все это, в то же время, знаешь, как маркерами какими-нибудь молотов толстыми, акрилами рисуют. Да, 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 одно приходит другое. Да, и рука, как мне нравится, и в то же время, как акцент в центре на наших сисечках, на их сисечках, вот, и, ну, короче, классно. Да, отлично, и все вместе закомпоновывается очень свежо и очень на фоне. И опять же карандашик просветил. Да, да, этот карандаш и вот эти мазки, которые прям эмулируют настоящую краску, конечно, это здорово выглядит, и такую вещь я бы повесил. Повесил бы ты у себя в спальне над кроватью такую вот работу, я бы повесил точно, забегай вперед. Я бы, наверное, вот цветовое решение попросила бы, слышишь, в кривых там это, крути, но вот сама вот эта вот тема, ну, мне очень нравится. То есть, если бы, кстати, вот реально, если бы она была более монохромная, я, наверное, точно бы, наверное, точно бы, Катя, все. Отлично, узнаешь персонажа, да, Дэвида, и, в общем, здесь, да, вот так вот это и натуралистичность, и узнаваемость, и плюс вот эта техника живописи цифровой на фоне, там, где ухо прописано слева и справа, да, как вот это все уходит на задний план, не просто размазанным, а просто такой мозаичным. Но в то же время глаза четкие, такие вот, как они и должны быть, разного размера, как у него в природе. Они акцентиками, они на переднем плане. Здорово. Конечно, на щеках, может быть, там, спорно, да, какие-то там... Подумал про этого, про Робокопа, Терминатора, и про эту всю историю, как будто у него там просвечивается. Да, есть какой-то момент. Ну, это такая правда жизни, я не знаю, в принципе, можно, если придираться, а мы любим придираться... Лучше так, чем была бы ровненькая кожа замазанная, или прорисованные волосики, щетинки, как мы видели. Тем более, что это было как раз сделано в масле, в настоящем масле, а здесь это все диджитально. И это более живое, чем то, что сделано в масле. Опять же, спорный вопрос, что круче? Круче эмоции. Да, и немножко, немножко разноцветной, радужной гаммы. Это тоже нас в предыдущем отсылает, который себя любит. Вот так надо себя любить и рисовать. Если ты уже себя любишь, то делай это на полную, а не как, вот я вроде типа себя люблю, но как бы, если я сильно себя буду любить и показывать это, кто, вот, что, вот, нет, все, делает. Их надо познакомить, кинуть ссылочки. Они немножко разного возраста. Так вот, понимаешь, у молодежи надо учиться. Феткович все-таки помоложе и пободрее, потому что он пишет диджитально. Но чувствуется время, конечно. Да, время, конечно, откладывает отпечаток. Но здесь то, что разрезается пополам вот этими геометрическими формами, это хорошо экспериментировать. Конечно, когда пишешь маслом, страшновато это делать. Но многие специально, как будто бы имитируя даже цифровую живопись, именно в масле делают вот такие вот, ну, такие вот похожие приемы. Специально показывают, что нечего бояться. Ну, я бы не сказал, что идеально прописана левая рука, там на плече, это просто какая-то гармошка такая странноватая. Да, вот я тоже вот плечо посмотрела как-то. Немножко сыроватым это кажется. Ну, мы им... Поцелуй сегодня сегодня. Да, но сегодня уже как минимум второй поцелуй, и, в общем, так все это складывается и пикантно, и выразительно, и экспрессивно, и по цвету тоже. По-хулигански так, хорошо. По-хулигански, да. И вот возвращаемся к вот заглавной нашей композиции, на которой даже непонятно, живопись это или цифровая, или же это настоящее аналоговое. Ну, сейчас-то я уже вижу. Теперь мы уже видим. Начала присматриваться, да, вот текстуры некоторых кистей. Переходят одно в другое, получается злописно. Поэтому пишите свои мнения и ощущения по... Что, все? По поводу этого творчества. Я хотела еще. Я даже... Сегодня. У меня не наступило ощущение, что, типа, ну, я уже одно и то же смотрю, одно и то же смотрю. Но, тем не менее, все остальное придется посмотреть уже факультативно, потому что я не могу вам этого показывать. А сами вы можете посмотреть все, что угодно. Все ссылки в описании. Обязательно посмотрите работы. Также переходите на канал Катя Ильисич. Там много всего интересного. Посмотрите, заряжайтесь. Приходите обратно, пишите в комментариях. Нам очень приятно знать ваше мнение. Ну, и всех обнимаю. И до скорых встреч. Творческих вам успехов. А пока... Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok